Ну, это стандарт, наверное, да? Вот эти вот окна. Это стандарт, конечно. Что, на степан заказать? Ну, да. Ну, вообще, на самом деле, у каждого индивидуально, если бы там... Может, вы здесь хотите сворку сделать или вот так вот. Там просто размер стекла, вот у вас там немножко сохранилось. Если там заказать. Ой, открывайте. Парики вот тоже. Парики тоже. Давайте, Парики. Парики. Здесь надо будет еще больше одних. Аминдари тоже, не надо. А какие сроки вот рассмотрения, какие вот сроки есть рассмотрения? Ну да, если там просто обычно бывает, да, там треснул, что-то, ну, там, не знаю, 2 недели это самое. Две недели? Нет, ну, две недели обычно заказывали, там, как минимум две недели, ну, там, плюс-минус, там, три дня, двумя, вот. А здесь, я просто не скажу, видите, есть то, что в прошлом году было, то, что монтажник уволился, и, как бы, они вот будут, сообщал. А если что, если что, это стекло сколько стоит, например, если заплатить даже? Да, я не подскажу, менеджер надо уточнять. Ну, например, дайте, да, какую-то цену, там, да, вот, плюс-минус, помещаете уже половину? Ну, сколько сейчас стоит у вас? От половины до четырех тысяч, вот это. А? От примерно? От половины до четырех тысяч. Ну, где-то там, да, в районе трех-пяти, наверное, где-то. Ну, тремя. Ну, понятно. Потому что самое простое решение, это вам надо было сразу звонить, и не важно, сообщал монтажник, не сообщал, если он вам сказал, что, как бы, ну, это его косяк, тем более, да? Он говорит, да, говорит, знаете, я, говорит, вот, как-то, он говорит, я то-ли открыл, то-ли что-то нажал, что-то мне вот такое сказал. Я говорит, вам вот обязательно, обязательно поменяю, говорит, я, говорит, уже вообще его доказал, как-то вот так поменяю, ну, в общем, честно, Ну, знаете, я, честно говоря, вот так вот договорилась с Василием, чтобы поедет, это принес, наверное, он с Василием попал в квартире, подумала, что нужно Василию позвонить. В общем, как-то я, честно говоря, так вот понаделилась. Ну, вообще, ну, как-то так. Ну, знаете, у меня, в принципе, есть такое рутро, видите, здесь полояркий накрашенный, потом и перекрашенный такое. У меня такое оно рутро, поэтому немножко, как бы, знаете, вот эта вот трещинка, если она дает, она меня очень не смещает, понимаете, да, у меня есть общая Olympus, нет, ну для окна тогда фонда, конечно, для окна. Понимаете, вот эта вот. Поэтому мне как-то это не очень крутило, потому что у меня такое рутро. Все было в ярких цветах накрашено, вот, поэтому, в общем, как-то côté. Мне нужно, конечно, трещину, конечно, это и в общем особо не надо. Поэтому это, в принципе, мне не очень крутило. Поэтому, если бы она не очень крутила, я, конечно, сразу бы позвонила. Вот, но это мне не очень смелезило. Вы знаете, в любом стекле, любая трещина, она со временем всегда пойдет дальше. У тебя просто не скользится, ведь я просто первый раз. Даже на машинах, знаете, бывает, едут люди, там два камушек, потом маленький сковорочек спорит, да? Да. А потом солнце, температура, перепады, дождь, тепло, холодно, и в итоге она разрастается по искусству. Главное, даже не отбегает ничего, а со временем, поэтому даже всегда рекомендуют, если на машинах, обращается все вот на какой-то специальный ритм, чтобы она дальше не разрастет. Она разрастет, может не сразу, может через год, может через полгода. Потому что стекло, оно всегда воздействием как бы, сейчас мы разговариваем, не слышно, а оно вибрирует. Любое стекло, при разговоре, музыка играет, оно всегда воздействием поддается. Любое, потому что там солнце, тепло, холод, вот дома, музыка, громко, слушайте, оно тоже это самое. Даже есть подсушивающие устройства. Вы разговариваете, когда там кто-нибудь сидит в соседнем доме с лазером-далиномером, и за счет колебаний стекла, вот этого разговора, он записывает все. Да вы что? Ну, какая неприятность. Это вот в том доме они будут сидеть с лазером-далиномером на эти окна. Знаете, о чем мы с вами говорим? Да. Вообще, эти технологии, которые пошли вообще так вперед, в общем, эти технологии просто, ну, в принципе, пусть, в общем, я ничего такого не говорю, пусть послушаем. Нет, я вообще вам говорю, что мы, как стекло испытывают нагрузки, что вот любое, как бы, мы разговариваем, а оно, ну, колебания, вот эти все звуковые, и все здесь это стало. На стекле, ну, вы шутите, наверное. Известные факты, посольцы шпионов, да, этим так вы занимаетесь? Да. Ой. Да, понятно. Понятно. Там стекло вибрируют, там слушают, но мы их тоже послушаем, по их вибрации стекла. В общем, они молчат, а мы узнаем, о чем вы не думаете, знаете. В общем, как-то так. Нет, ну да, теперь я буду иметь в виду, что, в общем, это надо. Ну, никогда, правда, не сталкивались, какие-нибудь трещины, вот этими. Ну, всегда, любое стекло, оно, есть трещина, лучше, там, латом подмазать, лучше, как она там... Василий, вы представляете, что вибрации стекла в том доме нас слушают? Ясно. Стекло вибрирует. Ясно. Вот там, что-то, лазером, и могут нас слушать. Вы представляете? Да, правильно? Действуешь. Какая неприятность? Ясно. Обычные звуковые, в любом, в любом случае. Поэтому надо ставить сюда, единственное, жалюзи. Жалюзи? Да, если у тебя жалюзи, то выбираться в 10 стране. Ну, в принципе, я ничего такого не говорю. Они, в принципе, могут послушать. Но вы сейчас не говорите об этом. Вы разговариваете? Нет, я... Вы разговариваете и говорите. Да? То есть, они интересуются, что я само собой... Знаете, у меня кошка умная. У меня кошка Филиса Добаси. Я разговариваю с кошкой вообще. Знаете, у меня кошка наговорящая. Вот это они и написывают. Да, они и написывают. Да. Как вы думаете? В общем, знаете, ну да. Там Путина во всем все знает. Да? Да. Вы знаете, что, да. В общем, да. Все анансы уже завели это 100%. Да, то о чем? Ну, как о чем? Ну, не на том. О чем? О том. Это на какую тему? Может, у тебя с кошкой разговаривать? Нет. На тему, о чем разговаривать я с кошкой. Так, а вы что с ней разговариваете? Она мне все просит. Она хочет быть добрая. Она хочет, чтобы ей что-то подарила, чтобы она могла что-то подарить. Я не знаю. В общем, вы понимаете, да? Ясно. Она любит подарки. Да. Она любит подарки и любит дарить подарки. Ну, понимаете, если вы там сидите, вы должны себя как-то развлекать? Это очень интересно. Мы здесь пишем. Ну, нет. Ну, я имею в виду вообще в принципе. Я живу за городом. Я живу за городом. Я живу за городом. А, то есть это будет мой, да? Так, вы не написали самое важное. Пишите срочно ваш экземпляр, мою фамилию, имя, отчество, и мой телефон. Так, все. Давайте. Значит, Александру Татьяну Юрьевну, напишите это полностью. Я даже могу паспорт показать. Вам не надо. Хорошо. Они все записали. А, а здесь все записано. А, название пишет. Как не будет? Да. Семь девятьсот одиннадцать. Двести семь пятнадцать ноль восемь. Даже не понимаете, или нет. Так, это будет мой. Да, это будет мой мой. Так, это будет мой мой, да? Ну, это же... М-м-м. So, это будет мой мм. То-как, там, смеется, Я вот записал, что с ваших слов монтажник при установке А у вас такой бумажки отказать не осталось, да? Вот Василий Ильянович принимал, я уехала. Такой бумажки не осталось? А, на приемных такой был. Он половину себе отрывает? Я ехала раньше. Вот он должен был вам что-то такое оставить. Он вам все-то отдал. А вы сказали, что вы ничего не подписывали. Я спросила, вы что ли не подписывали? Он сказал, что акт надо будет подписать после того, как я сделал. Я говорю, человек честный, я его заказал. И этот акт говорит, когда я его привезу, вы подпишите мне его, я говорю, без вопросов. Если он все забрал. Точно, да, абсолютно точно. Да, вот так, потому что...